Привет, друзья! Это Егоров. В медийном футболе опять происходит какая-то дьявольщина. Закинул ты агитацию, потом закинули броке агитацию. Ведь даже голосование по итогам года превратилось в комедию. Обид, ошибок, оскорблений, обвинений и всего самого неприятного. В общем, трагедии кругом. Я увидел награду персону года в медиа футболе, и, конечно, жопа загорелась. И что самое интересное, людей действительно волнует. Какая наградка им достанется в конце 2022 года. Возможно, худшего года для вот этой нашей, скажем так, территории. Но если людей волнует, давайте это обсудим. Можешь по датам проверить. Сначала закинул ты агитацию, потом закинули броке агитацию. Итак, сегодня конфликт разгорелся между персоной тысячелетия Никитой Панасюком. Вообще пофиг, меня там можешь не быть, но... Четыре успешных канала. И Германа Мэль Классика. Все дело в том, что футболисты Амкала победили в зрительском голосовании практически во всех номинациях. И Никита Панасюк предъявляет претензии Герману, какого хрена вы стали рекламировать своих футболистов и просить голосовать за них. А Герман это сделал 1 декабря. Джип, ну смотри, можешь по датам проверить. Сначала закинул ты агитацию. И действительно это могло повлиять, потому что, как мы видим, проголосовало всего 5 тысяч человек. Вы представляете, миллионная аудитория Амкала Тудроц и всех остальных, а проголосовало за всех 5 тысяч человек. Естественно, там каждая тысяча сказалась на результатах голосования. Конечно, жопа загорелась. Но хочется спросить, а с каких это пор нельзя советовать голосовать за своих? Хоть кто-то вообще может додуматься, чтобы не посоветовать проголосовать за своих? Либо не сказать, что вот мы в этих номинациях участвуем? Мне кажется, претензия об анонсе голосования и просьбе поддержать своих, это самая бредовая вещь, которую только может в контексте этого выбора сделать человек. В данном случае персона года Никита Панасюк. Без... вообще пофигу. Меня там может не быть, но... Четыре успешных канала. Но... 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 С другой стороны, мы видим, что якобы Герман предлагал кому-то обменяться голосами уже в выборе капитанов и президентов команд. Вот это уже действительно странно. И здесь почему-то Никита Панасюк в разговоре с Германом упоминает нас, а не себя. Джип, ну смотри, можешь по датам проверить. Сначала закинул ты агитацию, потом закинули броке агитацию. Это тоже вдвойне или втроенне странно. Потому что мне наплевать на эту премию абсолютно. Где я там, в какой номинации, я с удовольствием, если я выиграю, отдам ее Никите Панасюку. Пусть он хранит у себя на стенде, на шкафчике или где-то еще. Но это не важно. Важно, что действительно зрительское голосование получилось несправедливым, на мой взгляд. И сейчас я вам скажу, кто, по моему мнению, должен быть в топе в той или иной номинации. То есть пройдем все номинации, и я прям объясню, кто должен быть на первом месте. Вообще пофиг, меня там можешь не быть. Ну а также напомню, друзья, обязательно подписывайтесь на ВК Броков. Ссылка в описании, там будут выборы вообще всего, что будет происходить в команде в ближайшее время. До того момента, как будет запись. Кто победил в зрительном голосовании. И сейчас это все обсудим. Тренер года Дмитрий Кузнецов, 56%. Дмитрий Кузнецов действительно тренер года, ни у кого ни одной причины это оспорить быть не может. Потому что он выиграл два титула, потому что успешно выступал в Студроудск Кубке России. И потому что он просто прикольный мужик, который сделал кучу инфоповодов. Викторыч! 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 Место у Дениса Зубко 33% достаточно спорно. Потому что 33% за человека, которого уволили по ходу сезона. А это было именно увольнение, которое не вышло с матч ТВС группы. Но это многовато. Это нивелирует работу остальных тренеров. Я бы, например, мог назвать Араму, который все-таки был в финале турнира МКС. Или Антона Соснина, который был в финале турнира МКС. Ну, Антон здесь набирает 6%. Но за Дениса Ивановича, с какой бы любовью я к нему не относился, 33% многовато. Ну, это ладно, никто не оспорит. Идем дальше. Защитник года. Арсений Левшук 51%, Гудай 38%. Ну, давайте по-серьезному поговорим с вами. Арсений действительно отдал несколько хороших передач голевых. Но! МФЛ-1 участие он не принимал. МФЛ-2. Амкал достаточно быстро скрутился. Хоть у Левшука там гол плюс пас. И кубок России он был неплох. На МКС тоже провал. Хотя, опять же, Левшук зарабатывает пенальти. Но я думаю, что здесь с Гудайем процент мог бы быть вот такой плюс-минус. Но все-таки у Гудая два титула. У Гудая уже есть такой небольшой флер медийности. И Гудай также прекрасно играл в Кубке России. Но, опять же, это командные достижения. По ним я считаю, что Гудай должен быть на первом месте. Левшук с небольшим отрывом сзади. Нападающий года. Кутуз 68%. Здесь ни у кого, ни у одного человека не может быть ни единого вопроса по поводу первого места. Второе. Дуб. 22%. Ну, это смешно. Просто смешно. Потому что что сделал Дуб в трех турнирах, сказать сложно. Ну да, где-то он дубль сотворил. И это все. Он ничего не выиграл. Он в тех матчах, когда решалась судьба плей-офф, ничего не забил. Ни на одном из турниров. На МКС он участия не принимал. В Кубке России тоже. Так что я думаю, что Дуб здесь не должен был попадать в тройку. Даже в тройку. Идем дальше. Открытие года. Гудай, Дуб и Будак. Почему Дуб открытие года? Только потому, что ушел в середине сезона и бросил свою команду, выбрав Амкал. Вы сейчас будете говорить, что я критикую. Но вы просто сами рассудите. Почему он открытие года? Я не понимаю. Открытие года, конечно же, гудай 46%. И я бы еще в открытие года действительно включил Алексея Гасилина, у которого и свой канал. И который достаточно много забивал в Кубке России за тот же Амкал. Ну и в открытие года, я думаю, если брать какую-то медийку, и вообще не медийку, в открытие года я бы вписал Виталия Дьякова. Потому что он был действительно открытием. Идем дальше. Гол года. Ну, здесь вопросов ни у кого быть не может. Это действительно второй гол Кутуза. В финале через себя это великий гол. Полузащитник года. Прокоп Манна Эдамс. Ну, давайте по полузащитнику. Почему Прокоп полузащитник года? МФЛ-1 он не играл. МФЛ-2 практически не играл. Но МКС, он явно не его турнир. Потому что Амкал вылетел. Прокоп там за те матчи, в которых принимал участие в составе Амкалы, ничего особенного не показал. Если бы он играл еще в Ботеве в составе, и там что-то, какие-то результаты на данный момент были, а желаю Прокопу только удачи, тоже он мог быть номинирован на полузащитника года. Но! Нет ни одной причины, почему он должен победить в этом голосовании. Поэтому полузащитник года Манна или Эдамс 50 на 50, потому что они в порядке были во всех турнирах. Два титула, прекрасная игра в Кубке России. У Эдамса голы в ворота Амкалу, у Эдамса голы в Кубке России. В общем, они там и должны быть. А на третьем месте должен быть тогда Антон Соснин. А вратарь года Дмитрий Сычев, Александр Маменко, Александр Будаков тоже, в принципе, без вопросов. Ваня Зириков на четвертом месте, но мы не добились результата. Хотя Будак тоже не добился результата, но Будак был очень смешон, выигрывал челленджи для своей команды и, в общем, стал открытием. Медиа года брать не будем. Персоны года. Прокоп 48%, Николай Осипов 14%, Герман Эль Классика 14%. Но точно не Герман Эль Классика, на мой взгляд. Точно не Егоров и Райзен, потому что, мне кажется, вообще объединение каких-то персонажей, оно достаточно странное. И я не думаю, что мы должны быть там вместе. Ну и даже если объединить, я думаю, что эти два персонажа должны, могли бы соответствовать этому титулу, но где-то до июня. Дальше нет. Дальше нет. Вообще нет. Прокоп и Николай Осипов. Здесь интересный вариант, потому что у Прокопа действительно интересная история. Он сначала был в тильте, потом начал постепенно прибавлять, начал уже играть, начал уже более-менее там отношение внутри команды улучшилось. Потом он прибавил в Кубки России, перешел в Ботев. Это уже именно дело персоны. Он еще был активен, когда была первая Медиалига, приходил на пресс-конференции. Но опять же, у Прокопа он не запустил свои СМИ, не запустил свой YouTube-канал, я так скажу, глобально. Но персоны, на котором в том числе и Кантаун строился, он мог бы стать. Но я бы все равно на первое место поставил, безусловно, Николая Осипова, потому что появление Медиалиги дало кардинальный толчок всему медиадвижению. И я думаю, что благодаря Медиалиге контракты стали куда больше, в том числе и у Тудроц, и станут в том числе больше и у Амкала. И все благодаря тому, что Николай Осипов придумал Медиалигу. И Амкала и Тудроц, насколько я знаю, не было бы никогда в Медиалиге, не в Медиалиге, а в Кубке России, если бы Николай Осипов, если бы не его знакомство с Александром Малаевым, которого эта тема заинтересовала, которому объяснили, как это интересно и хорошо. Хорошо, который сам воочию убедился это во время финала первого турнира МФЛ. И вообще этот МФЛ привлек именно Медиалига внимание вообще со всех сторон. И поэтому, естественно, Николай Осипов это медиаперсона года для меня, безальтернативно. Ну, игрок года Арсений Левшук Кутус Манна. Ну, Арсений Левшук, я повторюсь, я не вижу, почему Арсений Левшук игрок года. Для меня нет ни одной причины, чтобы его так называть. Я думаю, что сам Сеня это тоже понимает, который хорошо играл за Амкал. Но в таком случае можно и Виталия Дьякова назначить игроком года, например. Но я же понимаю, что мы не добились результата, чтобы это так вот происходило. Это Кутус. Игрок года Кутус. Безусловно и без вопросов. Я думаю, что ни у одного из вас не должно возникать вопросов. Это объективно. Я надеюсь, что все капитаны так и проголосуют. Что касается моего личного отношения к премии, что мы там персоны года, еще раз повторюсь. Во-первых, двойная номинация для меня удивительна. Во-вторых, я не считаю себя и райзен в этой совокупности, в единении персонами года. Я считаю, что для того, чтобы стать персоной года, нужно быть максимально успешными и держать успешный уровень успешности в течение года. Я надеюсь, что в следующем году без вот этого распушения павлиньего хвоста мы действительно покажем результат. А ходить и выпендриваться своей персоной в данной ситуации просто странно. Пока.